Кадры для спорта высоких достижений. Тема непростая. С одной стороны, эффективнее и явно проще выкупить опытных легионеров, с другой стороны, логичнее эти средства вкладывать в своих воспитанников. По какой дороге идет хоккейный клуб? Вы знаете, это очень непростой вопрос и здесь очень важно соблюсти правильный и грамотный баланс. Вы очень правильно сказали, что легионеры, которые приезжают к нам, это должны быть, во-первых, легионеры очень высокого уровня. Они обязательно должны быть в команде для того, чтобы наша молодежь, которая растет, которая развивается, им надо учиться у серьезных, хороших, старших товарищей. Учиться всему. Учиться, как выходить на лед, как грамотно вести себя во время игры, как грамотно готовиться к игре, как проводить разминку, заминку. Но в то же время команда не может состоять только из одних лишь приглашенных игроков. Это сиюминутный результат. Мы его получили сегодня, а завтра может остаться выжженная земля. Да и не самое дешевое удовольствие. Отнюдь. Вы здесь очень правильно сказали. И поэтому наша основная задача, и хоккейный клуб очень давно придерживается этой тактики. Мы делаем ставку на своих воспитанников, на наших местных гомельских ребят. Тем более, что в структуре хоккейного клуба находится не только команда мастеров и команда высшей лиги дублирующий состав, но также детская хоккейная школа. Это 12 возрастов. И сами прекрасно понимаете, что у ребенка, который пришел заниматься хоккеем, должен быть главный стимул. Он должен знать, что у него будет предоставлена возможность выступить в основной команде. Сегодня 22 из 29 игроков хоккейного клуба «Гомель» – это местные воспитанники. Все верно? С какого возраста начинаете подготовку совсем юных спортсменов? Мы приглашаем заниматься мальчишек, начиная с 6-летнего возраста. Они проходят поэтапную подготовку в течение 12 лет. На 12-м году обучения в школе они переходят в команду юниорской лиги. У нас очень опытный тренер на юниорском возрасте. Это Андрей Андреевский. Это легенда гомельского хоккея. Он много лет был капитаном нашей гомельской дружины. И в руках Андрея ребята шлифуют свое мастерство. Затем каждому нашему воспитаннику мы предоставляем возможность попробовать свои силы в команде высшей лиги. Это дублирующий состав. И те, кто проходит отбор, им уже предоставляется право попасть в основную команду. Вы очень правильно сказали. Из 29 человек команды экстралиги на сегодняшний день 22 – это наши воспитанники. Более того, я вам хочу сказать, что это те ребята, которые прошли через структуры национальных сборных команд, которые выступали на чемпионате мира, являются чемпионами мира даже в группе А. Это ребята, которые завоевывали золото чемпионата среди высшей лиги. И это ребята, которым по результату выступления в континентальном кубке присвоено звание мастеров спорта. Немного о так называемой спортивной аренде. Как понимаю, на наших талантливых ребят, воспитанников школы хоккейного клуба «Гомель» достаточно хороший спрос в клубах по всей Белоруссии и не только. Ну, вы понимаете, школе гомельского хоккея на сегодняшний день уже исполняется 19 лет. Это значительный срок. И естественно, что за 19 лет школа уже подготовила значительное число хоккеистов, которые востребованы внутри Республики Беларусь. И, скажем так, есть уже ребята, которые играют за пределами. Поэтому на правах спортивной аренды наши ребята играют в хоккейных клубах Республики Беларусь, в Бобруйске, в Орше, и в Пинске, и в Металлурге. То есть очень много ребят у нас на сегодняшний день, кто не смог пройти отбор в основную команду экстралиги, поехали на правах спортивной аренды. Доказывает, что гомельская школа хоккея дает очень серьезный результат. Тем не менее, они могут вернуться с новым опытом, в том числе, и в этом тоже плюс. Я вам скажу больше. То есть у нас в составе команды этого сезона есть игроки, которые на правах спортивной аренды. В прошлом году выступали в том же Пинске, в той же Лиде, в том же Бобруйске. И сейчас они выступают в основном составе гомеля. И еще о работе с кадрами в спорте высоких достижений. Справедливости ради тренерские кадры из гомеля тоже знак качества. Александр, здесь вы абсолютно правы, потому что именно в гомеле начинали свой тренерский опыт такие известные на сегодняшний день белорусские тренеры, как Андрей Скобелка, Александр Андреевский, Владимир Копоть, Евгений Ясаулов, Евгений Летов, тренер по вратарям Леонид Гришукевич. Даже нынешний тренер нашей команды экстралиги Сергей Стась, он заканчивал игровую карьеру игроком в хоккейной клубе Гомель. И непосредственно свой первый тренерский опыт тоже получил здесь. И только потом уже был тренером, ассистентом в Минском «Динамо». Поэтому, вы знаете, я еще могу упомянуть Артема Сенкевича, который на сегодняшний день работает в Объединенных Арабских Эмиратах, Дмитрия Панцирева. То есть Гомельская школа подготовила очень много тренеров, которые на сегодняшний день прославляют нашу страну. И в завершение сегодня наша хоккейная дружина, основной состав, пятая в стране. Как мотивировать ребят на результат? Здесь, понимаете, каждый человек, который работает в спорте, независимо от того, это игрок, это тренер, это руководитель, не может видеть для себя иной задачи, кроме как победа. В спорте есть две категории – это победитель и проигравший. Все, третьего не дано. Поэтому, естественно, что всегда надо добиваться максимума, всегда надо ставить задачу максимальную. Второй вопрос о том, что насколько эта задача на сегодняшний день соответствует составу, с тем остальным аспектам сопутствующим, которые есть, насколько готова молодежь, вот эти наши 22 человека, проявить свои максимальные качества и насколько они готовы на сегодняшний день бороться, особенно в плей-офф, это отдельный турнир, да, насколько они готовы бороться с лидерами из других команд. И я здесь хочу сказать, что самое страшное в спорте – это когда спортсмен останавливается, понимаете? То есть он перестает развиваться, и он начинает выходить, неважно, на ледовую площадку, на футбольное поле, да, выходить как на обыденную работу. Вот тогда уже, да, тогда надо не бояться привлекать молодежь, вот, вводить новых игроков в состав, да, давать вот ребятам карт-бланш, молодым хоккеистам, 18, 19, 20 лет. Спорт сейчас молодеет, и тренер не должен бояться доверять молодежи. Тогда все будет получаться, потому что очень важен патриотизм. Ребята должны гореть, они должны быть заинтересованы в том, чтобы играть за город, за клуб, за страну, за то, чтобы поднимался флаг родной страны на международных аренах. И тогда все получится. Виталий Ильич, спасибо за интервью, успехов вам и команде. До встречи в эфире. Спасибо, и вам успехов. Спасибо.